Селерадиоканал Страна ФМ Что это за Рэма Трейд, мы обязательно сейчас вам расскажем. И Екатерина Карпунина, как можно сейчас говорить, CEO, Chief Executive Officer. Да, генеральный директор. Здравствуйте, дорогие гости. Здравствуйте, добрый вечер, дорогие радиослушатели. И телезрители. И телезрители. Да, друзья, давайте так, мы сначала расскажем о вашей компании, чем вот конкретно вы занимаетесь, чтобы наша аудитория тоже понимала, про что сегодня мы будем говорить. Давай, что же это за Рэма Трейд? Да. Екатерина. На протяжении 25 лет наша компания занимается поставками эксклюзивных продуктов питания в торговые сети, рестораны, отели, сырные лавки. То есть это компания, которая предоставляет на наши столы сыры в первую очередь. Да. Качественные, лучшие. Да, мы отбираем лучшие сыры, сами лично проезжаемся по сыроварням. До санкции это были страны Евросоюза. Сейчас после санкции осталась одна Швейцария, где мы собрали со всей Швейцарии лучшую коллекцию уникальных фермерских сыров. Понятно. То есть, смотрите, мы сегодня даже можем у вас такой попросить совет какой-то, ликбез вы нам проведете. Да мы не можем, я с этой целью и пришел. Потому что мы же вообще ничего не знаем. Я сейчас быстро вам скажу, вообще у меня отпуск. Я сегодня просто специально пришел, потому что мне нужно закупаться сырами перед Новым годом. Я живой человек, мне надо как-то продержаться 10 дней. Что же мне еще делать в эти новогодние праздники? Поэтому, естественно, я вот лично пришел за знанием. Смотрите, вот сейчас вот то, что у нас есть в стране, так скажем, есть же еще такое импортозамещение. Вот то, что называется моцареллой, буратой подмосковного производства. Так. Вот вы какую оценку дадите? Это тот самый сыр? Вы знаете, мягкие сыры у нас научились делать, к счастью, превосходно. Вот. Я сама лично очень часто покупаю бурату. И могу сказать, что она ничем не уступает итальянской. Вот как. Ладно, друзья, давайте еще раз. Смотрите, вы в 25 лет уже занимаетесь поставкой, так скажем, сыров из европейских стран, в частности, из Швейцарии. Как так вообще? Раньше из европейских стран, сейчас осталось Швейцария. Да, осталось Швейцария. Как это вообще все начало работать? Михаил, наверное, вам слово. Почему пришла такая идея, в принципе? Для этого бизнеса у меня был тоже многосторонний бизнес, да? Так. Михаил бизнесмен, давайте так. Ну, в общем, достаточно давно, да. Есть чуйка, что пойдет, что не пойдет. И, естественно, я занимался продуктным питанием всю жизнь, в том числе и сырами. И вот на одной из выставок, может быть, в Германии, может быть, во Франции, я познакомился с нашим партнером. Сначала с Эриком Дубомом, который до сих пор жив-здоров. Он, в свою очередь, познакомил меня с производителем. Это Марго Фромаж. В Швейцарии. В Швейцарии, да. Я приехал в Швейцарии, ну, в общем-то, с таким схемпсисом, потому что, когда я попросил прайс-лист, я сравнил его с европейскими ценами, да? Да. Ну, это два-три раза было дороже на то время. Так. Ну, все-таки они меня как-то уговорили, я вот рискнул привезти первую машину. Машину глобальную. Ну, целую фуру, да. То есть там было 50% Груэра, 50% Ментали. Ментали, он более понятен нашему потребителю, ну, такой более нейтральный. А Груэр, конечно, это очень сложно. На тот момент был сыр, я бы ничего не понимал. Так. Потому что это запах, да, вот этого аммиака, когда вот приходишь в камеру, где они хранятся. Угу. И когда я привез ее в Россию, так сказать, тоже были проблемы и с таможней, потому что, мне сказали, что я привез тухлый сыр. Угу. Потому что наши люди... Сыр пропал. Сыр пропал. Не понимали. Да, соответственно, позвонили всякие ведомства, кто бывал в Швейцаре. Там подтвердили, что да, он сыр так и должен пахнуть. Так. После этого машину благополучно выпустили. Михаил, напомним, что это был 94-й год. Вот, друзья, о том, как тухлый сыр преобразовался в 25-летний бизнес, сразу после рекламы и песни. Восемнадцать часов двадцать одна минута. Самое время посмотреть кино. Кино не простое, кино про сыры. Потому что у нас в студии Екатерина Карпунина и Михаил Морозов, основатель ООО «Рэма Трейд». Да, мы говорим о сырах сегодня. Да, ну конечно. Смотрите, мы знаете, что у вас хотели спросить? Вот какая должна быть правильная, так скажем, адекватная цена, вот когда человек, потребитель вообще в этом не разбирающийся, должен понимать, вот швейцарский сыр, какая у него должна быть на прилавке цена. И он хороший. Да, я даже вот добавлю, не то, что вот мы давай опустим вот этот градус дискуссии вот для нормального человека. Вот я прихожу в один большой магазин с птичкой вот этот знаменитый, иду, вот такая линейка вот этих сырогов, а я боюсь идти вот в тот край, где ого-го и иностранные, флаги иностранных. Боюсь. Пашихонский, вот он лежит, взял, сунул, пошел, дома съел. Неворусская моцарелла. Да, вот знаменитый, да. Да, Михаил, вы не один такой. К сожалению, большинство наших покупателей боятся подходить к незнакомым сырам, а зря. Да, швейцарские сыры в среднем за килограмм на полке стоят около 2000 рублей, но этот сыр никто же не ест килограммами. Чтобы побаловать себя, достаточно купить себе 100-150 грамм, и вам это обойдется 200-250 рублей. Это сыр, который вы можете съесть с бутылкой хорошего вина, выпить в сочетании с вином в качестве диджестива или в качестве десерта. Вот вы уже проводили мне ликбез, давайте тоже в эфире расскажем. Вот если мы берем белое вино, к нему какой сыр подходит вообще лучше? К белому вину подходят мягкие сыры, сыры с белой плесенью. Это бри, карамбер, пози сыры. Твердый такой, кирзит, аппинцеллер. А красному наоборот? К ним все-таки, наверное, такие достаточно твердые породы. Полутвердые, твердые, выдержанные. Это грейер, это сбринц, это тут же ракфоры швейцарские. Возьмите на вооружение сыр грюер. Это универсальный сыр, который никогда никого не разочарует. Для широкого пользователя, так скажем. Самый популярный и потребляемый сыр в Швейцарии. Твердый. Грюер. Слушайте, а вот еще один обывательский вопрос совершенно. Ну да, я ликвидирую всю безграмотность свою. Вот у меня, вот у меня сыр в детстве ассоциировался с чем? Просто мама делала бутерброды с утра. Мазала сначала маслом белый хлебушек и сыр сверху. Собственно, вот и весь сыр в моем детстве. Вот так я к нему, какие там белые и красные вина там и прочее. А вот есть ли какие-то вот, ну такие гражданские, что ли, сыры общего назначения швейцарские? И чтобы я просто за завтраком взял два тоста, положил сыр, съел, выпил чашку кофе и уже поехал на 23 встречи. Или вообще вот так нельзя, я считаю. Или нельзя так? Вы знаете, скорее всего, наши традиции нашего советского детства, да, когда мы пили коротворимый кофе и с ним бутерброд с сыром. А швейцарские сыры, они, скорее всего, такие десертные. Их с хлебами едят, нарезают кубиками. Орехи, фрукты. Орехи, фрукты, виноград. Вот так правильно его подавать? Ну, обычно в любом швейцарском ресторане вам обязательно предложат десертную тарелку из сыровых. Ну да, да, да. Как минимум будет 8, 10, 12 сортов с фруктами, с орехами и так далее. К этому вам уже будут подавать, предлагать какое-то вино. Это уже вообще отдельное, это в традициях у них так, да? То есть, когда уже поели, вот вам просто приносят, у них такие все на колесах и тележке, и вы выбираете, вам официант отрезается, и сами отрезаете. И предлагают под него вот хорошие вина. В основном они стараются, швейцарские вина, у них же там тоже очень больших хозяйств. И вот, собственно, люди уже заканчивают, так сказать, трапезу вот такой десертной тарелкой с сырной. Смотрите, еще вот любопытно, вы с компанией, в которой вы сотрудничаете непосредственно в Швейцарии, давайте о ней тоже расскажем несколько слов. Это же целая такая династия, исторически очень интересная у них судьба. Они несколько старше вашей компании. Да, вот расскажите, пожалуйста. Между ним сто с лишним лет. Более 120 лет. То есть, компания, с которой вы сотрудничаете, ей 120 лет. Да, компания «Маргоф Ромаш», именно под этой маркой продаются сыры в наших супермаркетах. Это уже пятое поколение сыроваров еще до революции. Вот мы, кстати, сейчас видим фильм, да? Это как раз процесс производства в Швейцарии. Это у нас на складе сохранятся головы сыров. Мы именно как раз вот такими головами его привозим и здесь уже нарезаем на складе специальными струнами. Компания «Маргоф Ромаш» – это, как я уже говорила, семейное предприятие в пятом поколении. Поставляли сыр Грюера последнему русскому царю Николаю II. Ого! Так. И вот потом был долгий перерыв. Несколько, да. Ну да. Тот самый, когда мы клали уже на хлеб. Как раз пешеходский сыр пришла судьба Михаила. Кстати, а вот, Михаил, вы сказали, мол, ну да, конечно, то предприятие намного старше вашего. Вот я здесь хотел бы не согласиться. То есть, в их парадигме, возраст их компании – это нормально для Швейцарии. А вот 25 лет бизнесу в России – это вы знаете, это ого-го. Некоторые 25 месяцев-то не держатся, и то, что 25 лет. Ну, на моих глазах выросли все, кто сейчас в управлении компанией. Я еще знал, когда они, в общем, были юношами. Потому что я начинал общаться с покойным Алланом Марго. Это его дети. Сейчас они все уже подросли. Энтони – это сейчас генеральный директор. Его родной брат жил – это финансовый директор. У них много там родственников. Начинали все через него. Но вот Аллан был очень настолько… Во-первых, у него были колоссальные связи по Швейцарии. В общем, все узнавали. И вот он меня повозил по всем горным деревням, сыроварным, таким вообще мелким, маленьким семейным предприятиям, которые там 3-4 человека варят маленькую-маленькую партию. Я все время показывал пальцы, что у меня вот это, вот это, вот это. Что-то приживалось на рынке, что-то нет. Методом пропа-ошиба. Абсолютно. И за эти годы столько сортов было привезено, что многие остались на полку, многие ушли. У нас сейчас небольшая пауза, друзья. Мы совсем скоро вернемся. Нашего бизнесу 3 года, его тоже надо развивать. Реклама, друзья. Телеводил канал. Страна Эфн. Хочет нашу страну. Михаил Морозов, основатель ООО «Рема Трейд» и Екатерина Карпунина. Оттуда же только CEO у нас сегодня в студии. Лиза Галина Майквой из тот же самый «Звездный вечерний» состав. Да, просто ведущий. Пожалуйста, мы продолжаем разговаривать о сырах, о том, что обязательно должно быть у вас на новогодних столах, на рождественских столах и вообще на столах ваших праздничных, все каникулы. Смотрите, вот как раз Миша задавал вам вопрос про свое детство, про пашихонские сыры, российские, сырок дружба плавленный, может быть, был такой. Ой, я еще колбасный не рассказал, который вообще не сыр. Да, вот смотрите, вообще, чтобы понимать, какой сыр хороший, качественный, вот к этому надо как-то приучать себя, как-то воспитывать этот вкус? Потому что не сразу же могут съесть и сыр с плесенью, и он что-то понравится. В наши годы, на самом деле, люди очень много путешествуют по всем странам, где-то взять и Францию, и Италию, где-то... Германия. Германия, в общем, большие старые традиции. И везде в любых ресторанах предлагают хорошие сырные наборы, тарелки. И люди уже оттуда знания везутся в Россию. Я не вижу на полках в Москве, это не только в Москве, а везде в России. Это есть, это есть. Но для этого надо вот действительно путешествовать, узнавать кухню других стран, это нормально. А вот, кстати, сюда же вопрос. Мы уже привыкли к некоторым названиям, они для нас уже классические. А какие-то есть изыскания в этой сфере, в сырной сфере? Какие-то новые вкусы, тренды? Я не знаю, какой-нибудь вкус, изобретенный год назад, сорт, изобретенный год назад. Ну да, появляется ли что-то новое? Или такая классика уже есть? Камамбер и камамбер. Как? Ну, европейцы, они, наверное, следуют своим классическим традициям. Не экспериментируют, да? Да, вот они вот сейчас мы смотрим сыр Грюера, они делают его с 11 века. Ого! И технология нисколько не изменилась. И причем в Швейцарии это очень строго. Да? Очень строго. А вот расскажите вам подробнее про производство. У нас как раз просто идет сейчас фильм документальный, как раз как идет этот процесс. Вот, то есть это целая такая, ну не знаю, исторически интересная вещь. На каждом этапе свои искать чуть-чуть жесткие требования. Первое, это, соответственно, молоко. Да. То есть, чтобы сдать молоко для производства сыра, есть специальные организации, которые контролируют качество молока. Без этого, грубо говоря, его никто никуда не поставит. Это первый этап. Второй этап, это, соответственно, аккредитованные по швейцарским нормам сыроварни. И стать сыроварной в Швейцарии очень сложно. Это надо учиться долго. Да? Два-три года. Причем, как правило, это всегда семейные предприятия. Они... Династиями уже, да? Династиями работают, да. Это второй этап. То есть у сама вот непосредственно хранящих, дескать, производят, где возревается, это очень жесткие. И плюс у них есть специальные, ну, типа наших ветеринарных служб, которые приезжают регулярно, берут пробу на анализы. Если, не дай бог, что-то происходит, то есть могут просто отозвать лицензию. А для Швейцарии это крах. Очень жесткие требования. То есть по сравнению с нашими, мы там рядом не стоим. То есть такое это достаточно серьезный бизнес. Ну, потому что это... Что вот основная масса людей в России знает в Швейцарии? Это часы, шоколад, сыр, ну и так далее. И красивые места. Женево, фонтан и так далее. Ну, да. Ну, основное вот, ну что, о чем гордится Швейцария. Поэтому для них это исторически, это не просто так, сыр. А еще вот важный вопрос. Мы уже про вкусовые качества, с этим все понятно. В этом сомнений нет. Просто огромная наша аудитория, огромная доля вот этой всей аудитории, она же смотрит еще и на полезность продуктов. То есть некоторые говорят сейчас, а, я лучше брокколи поем. Это полезно, мы здесь зожники. Вот сыр в этом смысле, что дает? Вот как их сагитировать? Кушать сыр, а не колбасу сырокопченую. Екатерина. Ну, вы знаете, сыр, безусловно, является полезным продуктом, особенно для детей, для пожилых людей, он богат кальцием. Но также, если и, как вы говорите, говорить про современные тренды, да, сейчас очень модна кето-диета, где преимущественно жиры. А наши сыры, они как раз то, что доктор прописал, потому что жирность их не менее 40%. Надо просто учить, вот даже, вот, средняя статейка, сколько проживают швейцарские люди. Сколько? Сколько? В среднем 90 плюс-минус. Ну да. Это нормально. И в 90-е они еще очень-очень активны. Очень-очень-очень. Вот они каждый вечер, когда сидят, бутылочка вина, сыр. Они каждый день сыр едят, да? У них это традиционно. То есть они вечером, вот я наблюдаю, сколько лет, они, как правило, ужинают 7-7 в одних и тех же ресторанах, которые уже испоконников, там тоже переходят от родителей, да. Они всегда собираются с компаниями, всегда очень тесно. И, собственно, мы видим на столе, что они едят. Слава богу, себя прекрасно чувствуют. У меня еще поразило, конечно, что рецепты с 11 века, да? То есть такие... Ну, взять вот сыр-то демуан, это почему он называется, перевозванцузский, это голова монаха. Его режут специально ножом жироль. И даже на картинке, так сказать, на коробке показано, почему у всех монахов, вы помните, да, выбритая... Макушка. Макушка? Да. И сыр режется по такому же принципу. Вставляется сыр-то демуан в этот жироль, и вот обязательно крутится, и получаются такие розочки, похожие на гвоздички. Их потом руками вот в тарелки выкладывают. Только так. Вот я с этим много лет тоже боролся, когда мы стали поставлять в Россию. В Москве ее просто вот резали кубиками или как-то пластами. Я говорю, ну нельзя так. И вот я стал бесплатно всем поставлять эти жироли. Только тогда, так сказать, вот сейчас вы увидите на прилавках то, что увидите. А смотрите, интересно, 25 лет уже как бы вы этим занимаетесь. Вот когда только-только в 94-м году это все начиналось, вы же, получается, проводили некие такие мастер-классы обучения людям. То есть у нас же в стране... Постоянно. Не было, не знали. Просто не знали, что так можно. Мы специально тогда, ну когда начиналось, это я лично ездил во все сети, там начиная от азбуки и так далее, да. То есть есть специальные у них там залы, и вот собирают со всех сетей продавцов. Я вот лично обучал, рассказывал, проспекты красивые, какие-то фильмы, которые мне давали в то время. И сейчас также наши люди едут по всем городам, обучают. Да, вы знаете, от Москвы до Владивостока. Вы поставляете? Мы поставляем, и мы ездим, проводим мастер-классы. Сами швейцарцы с нами ездят. Даже наши швейцарские партнеры, да, которые в пятом поколении, один из них специально выучил русский язык, чтобы ему было проще общаться с конечным потребителем. С клиентом, да, так скажем. И он ездит и в Крым, и в Владивосток, и куда он только не ездит, чтобы из первых уст донести вот эту свою культуру. Ух ты. Слушайте, а вот для неподготовленного, все же любят хит-парады, какие-то топы, вот три сорта, чтобы начать знакомство. Вот какие вот три? Да. Чтобы уж точно не разочароваться. Ну, я думаю, номер один это Груер. Груер. Потому что, ну, действительно, очень необычный и вкус и так далее. Терпкий, да. С точки зрения привлекательности и по вкусу, и по внешнему виду, это, конечно, Теддамуан. Как раз тот самый сыр, который стружкой нарезается. И вот в фанцузской глава монаха, да. То есть он просто очень красивый. Любую тарелку вы дома украшаете, действительно, они как гвоздички. Угу. Третий, ну, наверное, какие-то полутвердые, с плесенью, да. Екатерина, ваш выбор. Какой третий? Вы знаете, сложно. Просто санкции, они поменяли все акценты. Мы вот сейчас из итальянской части вывозим сыр аналог пармезана итальянского. Называется парменьяне. А сыры, это же тоже маркетинг, да. Так же, как и в вине. Поэтому вот этот вот итальянский, швейцарский пармезан, он бьет все позиции. Так, а тогда самым вот изысканным, к тому, к чему надо быть подготовленным, вот этим самым флажком на холме, что будет? Вот к чему прям вот мы придем, и это вот есть прям совсем для гурманов. Вы имеете в виду вершину вкуса? Вершину вкуса. Вот так вот. Сначала не надо, но вот к этому надо стремиться и дойти. Кстати, я несколько лет ездила на швейцарский конкурс сыров в качестве жюри-представителя от России, и там попробовала сыры. Они совершенно неизвестны в России здесь, но необыкновенным вкусом обладают. Золото Швейцария называется. Вот это один из победителей 20 лучших сортов Швейцарии, которых выбрали из 800 видов сыров. Очень рекомендую попробовать. Золото Швейцарии продается в воздухе вкуса, если не ошибаюсь. В общем, мы сегодня все прорекламировали, все посоветовали. Выбирайте на любой вкус. На любой кошелек, кстати, можно. Уже говорите, по 100 грамм взял. Если вот, который маленький сыроварник, конечно, вы понимаете, что у них достаточно высокие издержки производства. Это не массовый сыр. Они достаточно дорогие. Потому что даже когда швейцарцы приезжают к нам на выставке, продают свою частность, мы много лет участвуем, сами производители смотрят на швейтрины и говорят, что это за сыр? Мы говорим, швейцарский. У нас такого нет. А мы его весь забираем. Для нас специально варят, мы его весь забираем. Его офицарий не купить. Еще один миф должен быть развеян. Во многих московских, европейских ресторанах с официантами-брюнетами, так назовем их, подают сыр и кладут обязательно мед. А мед обязательно нужен или нет? Да, кстати, почему такая сервировка? Мед не обязательно, но желательно. Он помогает раскрыть вкус сыра. Так же, как орехи, виноград, сухофрукты. Вот, это да, класс. Слушайте, я думала, это такая традиция. Осталось как-то нам все-таки с Лизой продержаться еще два часа в эфире без сыра, поэтому маленькая пауза надо в себя прийти. Да, будьте с нами. Друзья мои, про сыр мы говорим. Лиза Галинина, Майк Войс, самое-то главное, это не эта информация. Да, друзья, у нас все. Самое главное, что Михаил Морозов, основатель ОРМ Этрейд, Екатерина Карпунина. Карпунина у нас в гостях сегодня. Сего оттуда же здесь. Слушайте, важный вопрос, культурный пласт. То есть, мало того, что мы понимаем, какие вкусы, а дальше, что делать, где подчеркнуть знания? Это все равно наука. Это не щи сварить. Ты один раз научился, и вот, вари себе кастрюлю. Ну да, я постоянно по всяким винотекам не походил. Сочетание то-то-то. Вот есть какая-то условная Википедия сыров. Где черпать информацию? Вы знаете, я бы сказала, что сыр имеет огромный потенциал. Мы это видим по сырным фестивалям, которые проводят наши российские сыровары. Вы, наверное, слышали туда очереди выстраиваются. Люди под вас по полчаса не могут заехать на парковке. То есть, тема сыра, она развивается активно. По ней не так много информации, как, скажем, по вину. По вину очень много различных школ. Но, тем не менее, мы как бы немножко пионеры в этой истории. У нас есть Инстаграм. Рема, с двумя им пишется, рема.чиз. Рема – это название нашей компании. Чиза – это сыр. Там выкладывается очень много роликов, которые мы снимали в Швейцарии, брали интервью у швейцарцев. Они показывали, рассказывали, как сыр производится, как его правильно употреблять, с чем сочетать. Информация, с какими винами сочетать. В общем, там вы найдете очень-очень много полезной информации. Я вам рекомендую повышать свой уровень. Рема.чиз. Рема.чиз. Михаил, не могу про бизнес не спросить. Вот мне интересно. Все равно вот это вот. К дамам это про вкусы. К дамам это вот про... Про вино. Да, про вино. Про бабки – это сюда. Михаил, ну вот вино с сыром, они же рука об руку. Почему вином не занялись? Почему не стали поставлять? Почему не было такой идеи? Это же вот прям вот, ну не знаю, может я ошибочно как считаю, что это наше. На самом деле предложение, опять же, это было очень много своих годов и Швейцарии. Когда я стал, во-первых, ну вы понимаете, винный бизнес – это очень сложный бизнес. Это куча лицензий, разрешений, аккредитации складов. Ну в общем, это большой пласт. Это во-первых. Во-вторых, мне предлагали именно швейцарские вина. И когда я здесь в Москве разговаривал уже с людьми, профессионалами, кто занимается уже винным бизнесом, опять же, несопоставимые цены. А их никто не знает в России, швейцарские вина. Никто. Вот мы недавно, когда у нас было 25-летие, я случайно в каком-то магазине нашел два вина – белое и красное. Мы поставили у нас тоже своим партнерам – швейцарцам. Они были очень удивлены, но они даже не знают, кто-то производитель швейцарский. Но, простите, цена этого вина в магазине стоит в два-три раза дороже, чем рядом стоит Италия, Австрия, которая ничуть не хуже. Ну кто его будет покупать? Везет какая-то российская компания немножко. Поэтому я его со всем консультировал. Я мог бы, конечно, заняться этим делом. Можно в конце было через кого-то возить. Да. Но я бы рынка с бытами нашел. Сырые швейцарии, вина из Абхазии. Все, все, картина сошлась. Крымские вины теперь можно. Швейцарии вина очень дорогие. Хотя там есть очень хорошая вина, но по статистике потребления швейцарской вина 80%. Это кто? Сами швейцарцы. Смотрите, у вас еще очень интересно, вот, Коль, про бизнес, про компанию заговорили. Ваши сотрудники с вами работают много лет, да? Я вот тоже смотрела, читала про вас. Вот, а вообще, в принципе, на российском рынке где сейчас обучают? Где учиться, чтобы, допустим, работать и разбираться с сырами? Как это, вот, как эта преемственность происходит? Есть такое? Либо вы там берете на себя некие функции такие, или это проблема? У нас достаточно очень опытные сотрудники, по много-много лет работают, которые сами прошли все это. И когда мы берем, так сказать, у нас текучки практически нет. Поэтому обучают наши старые сотрудники, кого приглашаем молодежь, они их просто обучают. На самом деле, вот этот рынок премиальных продуктов, он достаточно молодой. Он начал развиваться вначале в России, да. Он начал развиваться в начале 2000-х годов, когда люди стали активно путешествовать, когда стали открываться премиальные торговые сети, вроде вот Азбуки Вкуса, Глобуса, Гурме, да. И, скажем, на самом пике 2014-м году ввели санкции. Очень многие компании закрылись, которые специализировались на таких продуктах. Мы часть персонала взяли в этих компаниях, потому что это, ну, такой очень нишевый рынок. И, ну, люди, которые этим занимаются, они должны искренне любить это, понимать в этом, знать только, разбираться. Безусловно, по-другому это просто не работает. Мы же их часто посылаем в Швейцарию, на эти предприятия, чтобы они сами его очень видели, попробовали, посмотрели. Так же, как мы приглашаем менеджера торговых сетей, вот все вместе, группами едем туда, им сами швейцарцы, все вот с самого начала, с самого нулевого цикла объясняют. Начиная с сбора молока и кончая уже готовой продукции. Слушайте, ну, вы такой ноев ковчег целый в этой индустрии. Вы всех лучших забрали и еще лучше стали. Слушайте, а не могу опять, вот опять меня клонят в бизнес. Да, пожалуйста, пожалуйста. Учись, пока мы не пользуемся в прямом эфире. Бесхватные уроки от Михаила. Михаил, а не было ли мысли, цели вообще открыть какой-то бутик ресторанного типа, чтобы это было еще... Ну, так модно сейчас винатейки. Да, 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 пожалуйста, не просто покупать у вас продукцию, а где прям посидеть, покушать, там, как угодно. Первый этап мы сделали, мы организовали, так сказать, торговую точку на Драгомиловском рынке, где очень огромный спектр вообще, очень хороших продуктов. Ну, вообще сейчас такие модные вот эти вот сам форматы. Да, 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 и там неплохие продажи и так далее, но у нас была идея, что да, какие-то дегустации вот прям устают. Но дело в том, что вот сейчас там начинается ремонт самого рынка Драгомиловского. И нас даже там в другое место пересылают. Когда все это вот встанет на ноги, конечно, продумываем такую тему. Смотрите, вот интересно еще вот что. Понятно, мы говорим, когда про Москву, про Петербург. Вы же говорите, что вы возите свои сыры по всей стране. Вот как вообще в регионах у нас с этим обстоят дела? Мне зацепил город Анадырь. То есть до Анадыря, я подумал, вот в Анадыре швейцарский сыр. Ну, вообще, да. Как это? Как там воспринимают? Вы знаете, в каждом крупном городе обязательно есть несколько магазинов, несколько сырных лавок, где есть любители, ценители такого продукта. И с каждым годом их становится все больше и больше. Это опять же связано с тем, что люди путешествуют по миру, открывают для себя новые вкусы, новые продукты. То есть есть такие гурманы в регионах? Обязательно. Это, конечно, не те объемы продаж, как в Москве и Питере. Ну, это естественно. Да, но мы, как говорится, заберемся за все. Логистика, слава богу, уже давно отлажена годами, поэтому... Да нет, это не обязательно даже какие-то очень обеспеченные люди, как я уже говорила. Всегда можно... Пенсионеры могут себе позволить купить 100-150 грамм, 200 грамм этого сыра. Тут килограмм никто ведь не берет. Да, килограмм его никто не ест. Слушайте, ну вы вот амбассадоры, сырные амбассадоры в России. Ну, ну что, ну так и есть, вот в преддверии года мышки, можно так сказать. Нет, первый, кто завез сыр в России, это был я, действительно, все знают. Вот и все. Вот. А что-то еще? Михаил Морозов. Может быть, вы возьмете на себя еще какую-то миссию, знаю, амбассадором чего? Миссия, в общем, пытается это расширить, гастрономическую картину. Конечно, все. Ну, мясные продукты торты, Катя расскажет поподробнее. Катя. Мы, опять же, до 2014 года продавали испанский хамон, и он очень успешно продавался. Французскую фуагра, сыровяльные французские колбаски, это как раз вот те, которые пахнут грязными мужскими носками. То есть это правильный запах, так оно, верно? Да, 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 совершенно верный запах, правильный. Мне отец военный так в детстве говорил, да это колбасками пахнет, Миш не обращай внимания. Но санкции, они внесли свои коррективы, но зато в нашей стране стали открываться предприятия, где по европейским технологиям, европейские технологии внедрили очень приличное производство. Очень приличное. И вот, например, мы сейчас сотрудничаем с питерским заводом ПИК, там открылся испанский завод Касседемонт. Они производят замечательную продукцию сыровяльную, даже стали производить испанский хамон. Ну, не испанский хамон, питерский хамон по испанской технологии. Но действительно продукт... То есть вы можете дать добро, что это нормально. Продукт ничем не уступает тому, что произведено в Испании. Я очень рада за наших производителей. Который нарезается, кстати, так же не розочками, конечно, но вот как-то вот так слайсами. Тонко, да? Такая специальная установка технология, то же самое. Понятно. Но здесь все проще. Тут обучать не надо было, как и 25 лет назад, да? Но обучать всегда надо. Ну, вот эти вот картодоры, да, которые нарезают хамон, это тоже особое искусство. Мы тоже, кстати, этому учили людей, обучали. Это вот именно само вот действие нарезания хамона, шоу, это как часть. Екатерина, мы ждем, когда наконец-то вы повезете сюда лангустов, моллюсков каких-то, я не знаю, и еще какие-то... Крабов. Крабов, может быть. Амаров. Амаров, да. Кстати, сейчас ведется работа большая. Да вы что? Мы просто так это сказали. Просто лягули. Я пальцам в небо просто лягули. Это деликатес, который производится в Португалии, морские деликатесы. Сейчас идут там сами португальцы, ведут переговоры с Росфельхознадзором о аккредитации от предприятия. Если ее аккредитуют, то поедем. У нас вновь, друзья, небольшая рекламная пауза. Совсем скоро мы вернемся, продолжим такой ликбец по сырам, так что будьте с нами. Не переключайтесь. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. Про сыры болтаем мы здесь сегодня. 18 часов 50 минут, московское время. Лиза Калина, Майк-Войс, Михаил Морозов, основатель ОРМ «Трейд» и Екатерина Карпунина, СИО «Тамже». Честно говоря, надо готовиться было к таким интервью. Знаешь, как? Как? Поесть надо было. Они вот это сидят. Да, сидят. Мне про хамон рассказывают, а у меня один хамон внутри. Да, потом уже про омары, вот это все. Слушайте, а вот когда-то же, давайте тихонечко скажем, когда-то же закончится вот это то, что началось там в 14-м году, да? А потом что будет? План есть какой-то? План Б, когда все это опять, портал откроется? Когда откроется портал, мы будем точно так же сотрудничать с итальянцами, французами, как делали это раньше, испанцами. У них тоже замечательная продукция. В каждой стране есть своя линейка уникальных сыров. А знаменитый, подожди, закончу сейчас, а знаменитый белорусский портал работает, вот там вот знаменитые креветки белорусские, так это не работает на рынке, нет? Вы знаете, так это не работает. Может быть, это на рынках работает, но торговые сети... Да, торговые сети, к сожалению, к счастью, этим не занимаются. Слушайте, а у меня еще такой вопрос. Когда вот вы, особенно к Михаилу вопрос, вот начали это все завозить, вы новатор, мы это уже поняли. Как люди воспринимали сначала? Бывало так, что вообще продажи не шли, народ... Очень мало продавалось, потому что первый фактор был очень высокая цена, хотя я постарался сделать, я понимаю, что это бизнес, надо зарабатывать, да? Ну, сделал минимальную цену, но все равно она резала глаз покупателя, потому что рядом лежал голландский, немецкий, ну, не говоря про российские, цена в 3-4 раза дороже. Люди не понимали. Хотя, все равно все это пошло. А как вот это со временем? Что изменилось? То есть, как-то люди... Катализатором что-то служило? Ну, вообще, так сказать, стал повышаться уровень жизни, я так думаю, да, в те годы. Ну, потихоньку-потихоньку, после развала СССР, да, все-таки стало подниматься. Потом, так сказать, ну, много всяких мероприятий. Во-первых, мы делаем в сетях торговых там мероприятия. Покупаешь там полкило какого-то сыра, тебе какой-то сувенир. Ну, это такой, опять же, маркетинговый ход, да? Ну, срабатывало. Но все равно, по сравнению с сегодняшними объемами, там это было мизер. Ну, потому что люди не знали вообще. Курочка по зернышку клюет. Да, просто, почему интересно, вы же так с каждым, получается, продуктом. Вот опять все равно одни и те же, как бы, грабли, да, так скажем. Люди сначала не понимают, надо как-то их приучать. Сейчас просто другое время. Сейчас действительно очень многие люди путешествуют. Ну, и сейчас, да, согласна уже. Много информации всякой, интернет. Тогда же, собственно, интернет особо не был 25 лет назад. А вот и вопрос. А как вы к этому пришли? Когда вообще никто и ни о чем, и никогда, и закрытая страна, и вот она резко стала открытой. Как вы, Михаил? Вы знаете, я недавно нашла маркетинговый план, который Михаил написал, наверное, лет 20 назад. Мне кажется, тогда даже никто и слово маркетинг не знал. И план. И план. Да, и там было настолько правильно все написано, что такой продукт, он продается через дегустацию, через обучение мерчендайзеров, обучение продавцов в торговых сетях. То есть мы донесли эту культуру. У вас слушают конкуренты, вы же понимаете, да? Да, они очень много копируют наших идей, я знаю. То есть мы обучали продавцов, продавцы уже, соответственно, показывали, рассказывали покупателям. И за счет этого еще это стало настолько популярно и известно. Михаил, вам есть что добавить в свое хвалебное? Потому что ответа на вопрос такой не слышал, как вы пришли. Вот как вот развалился союз? Никто же не знал, откуда информация у вас? Я всю жизнь, я всю жизнь занимался бизнесом в основном продуктном питании, причем разное, даже не буду говорить там линейку, это такая линейка будет, что это еще на полчаса разговоров. Так. Всем. Да, в голодные времена это были польские сосиски. Мясо, свинина, сметана из Эстонии, из Прибалтики, все эти супы сухие, ну и так далее. Это огромная спица, даже не буду перечислять. Колбаса из всех видов, соответственно, все это было импортное. И одновременно я занимался сырами, то есть вот это Польша, ну, самая дешевая. Польша, Германия. И вот потом, так сказать, как-то меня убедили очень долго, причем убеждали. А, то есть вам как-то рассказали про это все? Ну, меня швейцарцы убеждали, вот в течение, наверное, полугода как минимум, что все-таки попробуй. Вот ты увидишь, через сколько лет это все рванет. Меня все говорят, Михаил, зачем тебе это надо? У тебя и так все в порядке, он смотрит, все крутится, вертится. Это в России его российские партнеры разубеждали его скорее. То есть те уговаривали? Кому нужны эти вонючие швейцарские сыры? Вот увидишь, они никому не нужны, они не будут продаваться. Нет, все говорят, Миша, у тебя и так все в порядке, зачем тебе это надо? Главная боль какая-то. И вот вы полгода думали. Я говорю, у меня чутье, ну, вот не знаю, у меня чутье все время никогда не, так сказать, всегда выстреливают то, что я задумал. Михаил, а что... А мы потом просто консультируемся с Михаилом нашим? Да, 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 все, отлично. В нашей вообще сфере. Михаил, а не было ли чутье, чтобы фуру обратно пустую не гонять, так сказать, туда, а что-то им наоборот, туда? Очень сложно. Ничего им не надо, да? Мы прорабатывали всякие варианты. Что дать-то? У них очень жесткие требования. У нас, к сожалению, разные базы, да, вот по закону. У них свои базы ветеринарные, у нас свои, и очень сложно стыковать. Они не совпадают. Это, да, очень большая трудность в нашей работе из-за этого. И мы не можем ничего предложить. Вот была у меня одна идея, она вот так и не состоялась. Помните глазированные сырки здесь? Да, конечно. Вот была идея, этот продукт производить в Швейцарии. И вот Эрик Дебом этим занимался. Но проблема оказалась в том, что в Швейцарии нет творога. Как это? А вот так. Нет как продукта. То есть кисломолочных продуктов у них? Продукт, как творог, у них нет. Только йогурт, да? Хотя я отправлял из Москвы, йогурты есть, все понятно, мы сюда до сих пор возим йогурт. Творога, как классическую продукту, он только присутствует в Германии. Это надо опять устраивать схемы. Из Германии в Швейцарии они между собой на свой рынок никого не пускают. Мы стараемся ограничивать максимально. И все это дело вот потухло, потому что где творог брать? Ну понятно, только газ получается. А всем вот мы давали торговым сетям пробовать наши газированные сырки, и всем говорят, слушай, для детей это вообще лучше не придумаешь. У нас такого продукта нет. Слушайте, а вы говорите, Михаил, помню ли я? Да, конечно, я утро сегодняшнее помню с газированным сырком, конечно. Была идея, так сказать, как бы их возить из России, но у них очень маленький срок. У нас минута остается. Давайте еще раз подведем итоги. На вашем инстаграм-канале, рема.чиз, как раз вот есть те советы, рекомендации, которые мы в течение эфира сегодня говорили. Там люди, чтобы хотят какие-то гастрономические свои потребности удовлетворить, можно все почитать, посмотреть. Да, но еще я рекомендую все-таки не бояться подходить и пробовать новые сыры. Они практически швейцарские сыры, да, они 100% натуральные, из сырого молока, и мы гарантируем их качество. Обратите внимание на сыры торговой марки Маргоф Ромаш. А нет еще интернет-магазина, кстати, нельзя просто кликать 21-летие. Есть интернет-магазин рема.ру. Вот и все! Вот, 21-летие. Друзья, спасибо вам огромное. У нас в гостях сегодня были Михаил Морозов, Екатерина Карпунина, компания Роматрейд. Спасибо вам большое. Кушайте хорошие продукты. Кушайте, да. Вот ешьте она, кушайте я. Спасибо вам огромное. Мы будем за вами следить. Спасибо. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Селерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну.